Чуваша участвует в пилотном проекте Центр занятости в Чебоксарах – точка притяжения не только для безработных, но и для тех, кто хочет сменить профессию или пройти переобучение. Чтобы помощь гражданам была выстроена удобнее и оперативнее, в центре идет перепланировка функциональных зон. Меняется не только внешний облик центров занятости, что важно, но и внутренние процессы оказания услуг, они становятся более адресными, проактивными. Идея проекта как раз именно в том, чтобы служба занятости стала таким институтом, управляющим рынком труда. И я думаю, здесь, в Чувашии, мы видим хороший пример такого преобразования службы занятости. С 2019 по 2022 в регионе уже были модернизированы три центра занятости – в Канаше, Аллатре и Шумерле. Как и там, в Чебоксарском появятся новые сервисы и инструменты, как для соискателей, так и для работодателей. Такая работа проводится в рамках национального проекта «Демография». Для того, чтобы правильно пользоваться этими инструментами, находить ключ к каждому соискателю и выступать таким мостиком, связующим звеном, не только между работодателями-соискателями, но и образовательными организациями, наши карьерные кадровые консультанты сейчас проходят тоже процесс обучения для того, чтобы современные методики применять в своей работе. После замглавы Роструда провел совещание со специалистами Министерства труда региона. Там подвели промежуточные итоги реализации проекта по комплексной модернизации. Ян Толбацкий отметил и успехи Чувашии. То, что республика решилась принять участие в первой волне комплексной модернизации, это тоже о многом говорит. Во-первых, говорит о внутренней зрелости самой службы занятости. Потому что это, безусловно, вызов, связанный с тем, что у нас есть жесткие временные рамки, когда мы за один год фактически должны модернизировать сетку на территории всего субъекта. Всего на модернизацию всех 20 центров занятости населения в Чувашии из федерального бюджета было выделено более 153 миллионов рублей. Сейчас ремонтные работы на финальной стадии. Они должны быть завершены до конца этого года. Анна Центовская, Михаил Солин. Национальное телевидение Чувашии.